Дневной разворот Мы члены рабочей группы по общественному контролю за ремонтом и содержанием дорог Юрий Львович, вам добрый день И Константин Сичихин, собственно, чей голос вы уже слышали Руководитель рабочей группы по общественному контролю за ремонтом и содержанием дорог Собрались мы такой компанией здесь по какому поводу? В начале первого часа уже анонсировали Объявлен аукцион Господи, как назвать-то это? По содержанию дорог Уличнодорожные сети Да, ищем мы нового подрядчика Аукцион по содержанию уличнодорожной сети города Кирова Очевидно, раз у нас тут представитель администрации депутатского корпуса Кирова На содержание дорог на какой период, давайте сразу скажем? На один год На один год? С какого момента? С 1 августа С 1 августа 2020 года Да По 1 августа 2021 года А в связи с чем был объявлен аукцион? Вопрос Алексею Ишутину Аукцион был объявлен, так как у нас полуторагодовалый контракт закончился И мы вынуждены объявить еще на один год На содержание дорог Искать подрядчика Ну, в смысле вынуждены Закончился планово? Он планово закончен? По плану объявляем аукцион на следующий год Мы сразу, очевидно, разница Был контракт на полтора года Сейчас контракт на год Это тоже планово? Да, это плановое решение Сейчас игра на год Контракт потерял немного в цене Он стал меньше за исключением полгода Был у нас 806 миллионов Сейчас 511 миллионов Произошли некие изменения в контракте Исключили определенные территории содержания Передали их в территориальное управление А так, в принципе, контракт такой же, как и в том году Я думаю, неплохо бы озвучить цифру, которая по нормативам необходима для обслуживания тех объемов Чтобы понимали, за что делать Сейчас, погодите Значит, был контракт на полтора, стал на год Полтора года был контракт, он стоил 800 Сейчас он стоит 500 Примерно, я не буду говорить И это нормально, потому что на полгода Относительно нормальное сокращение Дальше Ну и теперь нас Юрий Львович выводит на проблему Которую Алексей Викторович, видимо, озвучит Потому что озвучивал ее и раньше, и раньше, и раньше Достаточности этих средств Но все-таки давайте мы как бы обозначим сразу несколько проблем Вот не эту конкретную Мы сейчас просто объяснили, что происходит А теперь нам перечислить проблемы, которые мы сейчас видим И по которым пойдем Первое. Достаточно ли средств, которые выделяются на год на содержание дорог 500 тысяч Второе. Какая проблема, которую мы обсудим? Контроль Исполнитель, во-первых Конечно, самое главное Исполнитель. Кто выигрывает контракт и кто исполняет? И кто контролирует Третье. Третье. Контроль исполнения контракта Поехали, за деньги поговорим Значит, у нас контракт 511 миллионов, повторюсь Есть у нас два проекта, которые разработал Кировский институт На содержание Алексей Викторович, можно погромче? Или нам что-то надо с микрофоном сделать? Погромче тогда просим Кировский институт разработал проект на содержание города Кирова То есть туда входят все виды работ по содержанию Кировский какой институт разработал? Киров вот проект Киров вот проект Разработал проект по содержанию дорог Проект на содержание города Кирова Куда входит несколько разделов Содержание, ремонт Содержание зеленых насаждений То есть, такой насыщенный, полный комплекс, он из мета данного проекта 4 миллиарда. Там в этом проекте виды работ или что, или как они должны выполняться? Виды, как должны выполняться, объем работы. Такое нормативное содержание. Так, еще раз, цифра? 4 миллиарда. 4,7 миллиарда рублей. 4,7, это вообще 5 миллиард. Миллиарда рублей необходимы муниципальному образованию город Киров для того, чтобы в соответствии с требованиями законодательства и нормативами содержать дороги и зеленые насаждения, парки, скверы и так далее. Как положено. 4,7, минуточку на год, а у нас 500 миллионов. Все верно. Как говорится, почти 10 раз. 10 раз. 10 раз. Для чего мы хотим. Вот она проблема. Значит, почему нет денег? Вопрос к депутату. Потому что нет бюджета. Юрий Львович, почему у нас нет денег? 10 раз больше требуется. Ну, это как бы не в 2, не в 1,5. Вот на содержание дорог и зеленых насаждений. Потому что привлечение инвестиций в муниципальное образование в город Киров находится на достаточно слабом уровне. Чтобы у нас было большое привлечение инвестиций в муниципальное образование, соответственно, резко бы рос бюджет города. И мы на цели, в том числе по уборке дорожно-уличной сети, имели бы другие. Кто плохо работает? Те, кто создает инвестиционную... То есть мы все плохо работаем? Конечно. Бизнес плохо работает, покупатели, чиновники и так далее? Привлечение инвесторов это не обязанности бизнеса. Это обязанности администраций разного уровня. То есть во всем виноваты чиновники. Плохо работают, поэтому инвестиции сюда не... Недостаточно хорошо. Ясно. Чиновники во всем виноваты. Ладно. Значит, теперь по поводу эффективности траты этих средств, которые у нас вот какие есть. Это плавный переход как раз к двум оставшимся пунктам, о которых мы говорили. Исполнение и контроль. Исполнители и контроль. Вот эти 500 тысяч, любой вам исполнитель, кто бы не выиграл, сказал... Называй их миллионами хотя бы. 500 миллионов рублей. 500 миллионов рублей, да? Это достаточно большая сумма. Подожди, она большая, но категорически недостаточная. Вот эти деньги выбрасываются на аукцион сейчас. Кто на них позарится? Кто? Кто? Кто же эта компания? Тут даже и скрывать не надо. Компания ГДМС, которая 100% выиграет данный аукцион и дальше будет содержать наш город в том виде, в котором он сейчас находится. И все. Так, давайте еще раз, потому что для знатоки знают, но не все. Я вам, как человек, который отошел от эфира всего на несколько месяцев, могу сказать, что забывается все. Вот что значит этот спич сейчас, Костя? Кто? Ну, ГДМС. Все же знают. ГДМС, город Дурма-Строй, компания, которая основной акционер, которая является администрацией. Она, скорее всего, выиграет. Да не скорее, она выиграет на все 150%. Плохо это или хорошо? Ну, с какой точки зрения посмотреть. Для администрации это хорошо. Мы, как общественность, говорим, что плохо, потому что город, он не меняется. Город, он как был грязный, так грязный остается. И это уже годами. И выход из этого всего, это менять систему. Менять систему не только подбора подрядных организаций, но и менять систему контроля за подрядными организациями. Разве коммерческая организация позарится на такой контракт, зная, что он в 10 раз меньше, чем нужно, и все шишки на себя соберет такая организация? Вот вопрос-то коммерческая организация и организация, у которой основной учредитель, администрация города. Тут два варианта. Как социальный контракт. На сегодняшний день это социальный контракт. Юрий Львович прав. И в данной ситуации только остается зайти ГДМС и выполнять обязательства, хотя бы пытаться выполнять обязательства по контракту, который будет прописан. Ну подождите, такой момент тогда. То есть ГДМС будет выполнять все те работы, которые вот проект прописал, но не за 4 миллиарда, а за 500 миллионов рублей? Или все же эти работы как-то скорректированы? Нет, виды работ в контракте делятся на регламентные и объемные, то есть работы, которые выполняются по заявке. Алексей Викторович, погромче. В контракте делятся все работы, делятся на регламентные виды работы, то есть те работы, которые выполняются на квадратнометре. И работы дополнительные. Покраска, ремонт, приборка, подограждение, вывоз снега и так далее, и так далее. Вывозка снега. Все работы, которые нужно выполнять, периодичность, не периодичность, а чистота квадратнометра, это все прописано в контракте. И подрядчик обязан это выполнять. Обязан. Так, подождите. Я все равно не понимаю, как можно за... Мы сейчас вернемся к этому, мы сейчас вернемся к этому, подождите. Мне до сих пор не разъяснили ни Юрий Львович, ни Константин, почему это плохо, что ГДМС выигрывает контракт. Ну, потому что, по вашему скептическому тону, это плохо. Почему? Потому что он не может в полном объеме сам выполнить все эти работы. Из-за того, что у него чего-то нет, или из-за того, что ему дают мало денег? Нет, ну, из-за того, что у него не так много денег. Во-первых, у него не хватает техники, которая должна выполнять... Необходима для выполнения всех. Да, даже уборки в зимний период времени и в летний период времени. Мы с вами не раз обсуждали, и ситуация, она не меняется годами. Но они же берут кредиты, что-то покупают. Берут кредиты, что-то покупают, но это все равно мало. Потому что той техники механизированной, которая должна быть, ее должно быть чуть не в два раза больше. Так, у них не хватает техники. Почему у них не хватает техники? Потому что нет желания закупать больше техники, нет средств, наверное, для закупки. Период контракта очень короткий. И администрация это достаточно хорошо сейчас понимает. Но возвращается к годовому контракту. Ну, это такой, будем говорить, переходный период. Подождите, два года назад мы обсуждали, что контракты не должны быть меньше трехлетних. У господина Осипова спросите, он объяснит, что такой секунду. Господин Осипов, наверное, живет... Два года назад в этой студии обсуждали, что контракты не должны быть меньше трехлетних, для того, что... А лучше пяти и даже больше, для того, чтобы люди могли закупать технику. Мы возвращаемся к ситуации, когда мы скатываемся на год и все еще критикуем ГДМС, что они могут купить технику. Так кто чью руку кусает, объясните мне. Где тут смысл? Ну, ГДМС, во-первых, это муниципальное предприятие. Так. Поэтому... Вот кто чью руку кусает. Не связано со сроком выполнения контракта. Ага. Если будет принципиальное решение по закупу техники, то она произойдет. Поэтому такая... А если бы это была коммерческая компания, то она бы не зашла на годовой контракт, на такие деньги, и на технику не надо закупать, чтобы понятно, что будет дальше. Не, ну на деньги-то, может быть, и зашла бы, а вот на сколько будет выполнять качество. Почему все же тогда год, Алексей Викторович? Не обсуждался в администрации вариант продления? Мы проигрываем на год ГДМС в планах, насколько я знаю, в планах у ГДМС закупить несколько единиц техники, в том числе и тротуарной, в том числе и техника, которая будет содержать квадратный метр проезжих частей. Посмотрим, как она отработает с этой техникой год, а там уже посмотрим. Если мы говорим о контракте от трех до пяти лет, я уже это озвучивал, отыграв контракт на пять лет, цена контракта, она будет твердая и неизменная. И никакие дефляторы и коэффициенты к ней не применить. Мы понимаем, что на пять лет уже вырастите топливо и запчасти. На два года, да, подрядчики тоже говорят, что на два года где-то можно. Но на три уже для них это опасно. Ну, критичная рамка. То есть сами подрядчики, погодите, тут между собой перемолвились, дайте людям объясним. Сами подрядчики говорят, с одной стороны, что пять лет это классно, можно планировать, потому что ты понимаешь, что вот у тебя город, вот у тебя объем работ, буду закупать технику. Но в нашей стране пять лет это нифига не классно, потому что ты не знаешь, что будет с бензином, с мазутом, не знаю, с чем, с керосином, если у них есть самолет, и заправляют. И поэтому мы не хотим, говорят они, вот словами сейчас Алексея Викторовича. Не то, что мы не хотим, мы разговаривали, мы обсуждали эту тему. В самый, для подрядчиков, самый оптимальный, наверное, срок это вот два года. Два-три года. Именно из-за того, что меняются цены, налоговая политика, законодательство и прочее. А почему тогда у нас федеральные автомобильные дороги обслуживают в рамках контракта пять лет? И подрядчики выходят, они берут эти контракты и занимаются содержанием. Я даже подозреваю, какой ответ. Я понимаю, что там другие требования, я понимаю, что там еще выше требования и нормативы выше. Вопрос к подходу и подрядчики, которые берут на пять лет контракт, они знают, что они пять лет отработают. Тогда они закладывают уже экономическую модель с учетом повышения цены на топливо. С учетом того, что наши контракты по содержанию города Кирова не сильно изменились по сравнению с 2016-2017. Цена выросла не на такие большие проценты. Они клевые, берут пятилетние контракты за федеральные деньги на федеральных трассах. У меня вопрос, Алексей Викторович, с какими такими подрядчиками вы беседовали в Кирове, которые вам сказали, что пять лет не ней, только два? Мы вопросы поднимали еще в 2017-2018 году. Те подрядчики, которые работали в Кирове. Кто это за компания вообще? КДМС. Здравствуйте. То есть это субподрядчики КДМС? Нет, я разговаривал с подрядчиками. Пожалуйста, имена, фамилии. Кто эти люди? Они работают в Кирове? Они работают и будут работать дальше в Кирове. Это наши местные кировские, которые не хотят пятилетних контрактов. Они не то, что им не предлагали. Им не предлагали. Как вот Ишутинов сказал, что я с ними разговаривала, но мне сказать не хочу. Опасаться и отказываться за разные вещи. Смотрите, вот подождите момент про гарантии. Мы все говорим, что на длинный контракт, тот же самый КДМС, то есть нет гарантий, что там будет через пять лет. Но вот тут сейчас, Константин, вы сказали, что 130% что контракт выиграет КДМС. Ну то есть у КДМС есть гарантии? Конечно. Они у него есть в любом случае. То есть он сейчас может рассчитывать, что в ближайшие пять-десять лет он будет основным подрядчиком на этой уборке. Ну не пять-десять лет, все зависит от главы администрации. Видите, ссылаясь с того, что годовой контракт, он может сказать, зачем я буду технику закупать? У него всего годовой контракт. Ну он же знает, что второй год у него тоже лагитый, третий. Все, всплыл глава администрации, Дмитрий Осипов. Да. Какова его позиция сейчас? Что мы знаем об этом? Ну, на последнем заседании комиссии он говорил о том, что длительность контракта будет в дальнейшем увеличена. Вот с его словом. В дальнейшем это? В каком дальнейшем? Ну, с августа 2021 года он может быть там ориентированно два года. Кто, Юрий Львович, вы депутат Кировской городской думы, кто решает эти вопросы в конце концов? Столько лет мы это обсуждаем. Администрация решает. А депутаты? Депутаты хотели в свое время рассмотреть хотя бы техническое задание, потребовали, чтобы мы... Что помешало вам рассмотреть? Ну вот действия администрации не позволили нам в те сроки, в которые мы пожелали, их увидеть. Мы увидели их, когда уже были опубликованы. Ой, возвращаемся к документации. Это очень важно. Я просто вот что хочу... Потому что все зависит от технического задания. Техническое задание. Слушайте, я очень хочу спросить сейчас у Алексея Викторовича. Это важная история на самом деле. Документация, которая Кирфудпроектом разработана на 4,7 миллиарда, все-таки это почти 5 миллиардов рублей, где прописаны все необходимые параметры и все необходимые работы по грамотному обслуживанию нашему города, она есть в открытом доступе, чтобы я могла зайти и посмотреть, как действительно он должен обслуживаться. Ее нет в открытом доступе. Почему? Нет, этот проект находится в управлении. А почему его нет в открытом доступе? Скажите, пожалуйста, он оплачен из муниципального бюджета? Я могу по запросу его получить. Конечно. Но в открытый доступ он не выкладывается. Почему? Ну и необходимости не было. Нет, а у меня есть необходимость. Я хочу, чтобы каждый гражданин, который жалуется, мог сравнить, что да, ребята, мы представляем, вот у нас как должно. Ну, во-первых, это такая оценочная бумага, она не имеет законодательной силы. Секунду, какая разница? Из моих денег заплачено за проект. Почему я не могу на него в открытом доступе посмотреть? Запрос делайте, вам покажут. А почему не могу в открытом-то доступе? Юрий Львович, почему? Просто почему? Прекутат Юрий Львович. И не факт, что еще дадут. Дальше. Ну как? 30 дней ответ. Да, конечно. Вот и все. А если мне завтра надо посмотреть, почему не могу посмотреть? У нас, кроме миссии, что за охранение все ответы дают. Почему, Юрий Львович, если мне завтра, я должна ждать 30 дней? Это должна быть открыта. Дальше. Значит, вот это очень важно. Предположим, я получила этот проект и вижу, куда 4-7 миллиардов, чем обоснованные. И все, теперь я могу сравнить. 500 тысяч. Миллионов. 500 миллионов. Я бы все-таки хотела посмотреть тогда, как так можно урезать проект, чтобы в 10 раз уменьшить. Ну, то есть, вот я принес овчинку, и вместо большой шапки получаю, значит, наночник такой. Так что урезается? Есть хорошие растягивающие такие станки. Они есть высокого качества и низкого. Я знаю, знаю. Я даже не хочу углубляться дальше в растягивающий момент, Юрий Львович, не надо. Ну, смотрите, да. Можно ли на каком-то конкретном участке? Или примере объяснить, как вот эти миллиарды трансформируются в миллионы? Что лежится в итоге, да. И что остается? Слепостные виды работ. То есть, все, что насыщено в квадратном метре. Ну, количество раз подходов там. Цикличность. То есть, вместо 15 раз убрались два? Или как это происходит? Или 23 покоса. Есть разница? Есть. Есть в содержании такие виды работ ямочный ремонт, уборка снега. То есть, мы, по идее, мы не должны закладывать количество кубометров. Если это все сидит в квадратном метре, подрядчик должен обеспечить безъямочный проезд. И не было снежного вала на проезжей части. Вот если бы оба документа были выложены в открытый доступ, меньше бы к вам было вопросов, Алексей Викторович. Правда. Люди могли бы посмотреть, как все должно быть исполнено. Конечно. Оценить, а действительно ли так, потому что не требуется в современных городах 23 покоса. Траву другую надо высаживать. Она два раза покоса требует, а не 23. Хотелось бы посмотреть, Киров, вот проект, что туда заложил, между прочим. И почему у нас не меняется. Бюджет города Кирова все же не профицитный и не дефицитный. Он такой сбалансированный. Что он сбалансированный? Если в 10 раз денег не хватает, то он сбалансирован. Вот это и баланс. В чем баланс-то бюджет этого города Кирова? Если у нас на содержание надо хотя бы 4 миллиарда, я уж не говорю 4,7, а у вас их нету просто-напросто. Значит, плохо работают и депутаты. И налоговая политика, она искажена, как мы понимаем, от нормальной. То есть мы все отдаем, а потом нам, может быть, дадут. Мы понимаем, что если бы... Мы сейчас говорим про то, что уходит в федеральный центр деньги. Да, даже в областной центр. Да. Надо далеко ходить в областной центр. А обратно, если мы раньше там наявочный ремонт где-то 100 с чем-то миллионов имели, да, то сейчас мы отдаем эти деньги в БКД, ничего не имеем там. Так нам даже в том году обещали плюс 100 миллионов на содержание выделить с областного центра. До сих пор этих денег нет. Вот, сейчас мы объявим телефоны прямого эфира, потому что есть возможность у наших горожан все-таки позвонить и сказать, что они думают по поводу этой ситуации, которую мы описали. И на что рассчитывают в грядущем году, потому что жаркие всегда были споры и по поводу уборки и всего прочего. Но я хочу сказать, что так или иначе все-таки федерально... Мы же видим, что федеральная программа БКД потихоньку тротуарчики нам делает, дороги нам делает, которых, правда, через 5 лет снова не станет, как мне кажется. Что-то делается, но, тем не менее, там, да, меняется ситуация или нет, и что вы ожидаете от грядущего года? Телефон? Попасть к нам можно, выразить свое мнение можно несколькими способами. Вы можете позвонить 211-101, и прямо сейчас мы вас подключим, и вы скажете все, что вы думаете по поводу того, возможно ли убирать город за деньги в 10 раз меньше, чем нужно. Правда, мы не знаем, на что необходимых там. Да, можете написать смс 8-900-9-720-101-0, либо через этот же номер телефона написать в Вазап или в Вайбер. Точно так же можете найти наш канал Эхо Кирова в Телеграме, кликнуть на кнопочку «Обсудить» или «Дисказ», зависит от вашей версии, и через группу тоже озвучить свое мнение по этому поводу. Давайте к технике вернемся, у нас есть 2 минуты до перерыва, давайте вернемся к технике. Давайте вернемся лучше к контролю. Хорошо, у нас вопрос был такой, в том году Евгений Николаевич Лунев совместно со всеми, да, они разрабатывали систему. Да, цифровую систему, умную уборку, помните, мы об этом говорили не раз, да, я знаю, что ее запустили где-то под конец года, проработала она не так долго, после того, как Лунев ушел и Илья Вячеславович ушел, Шульгин, да, про систему все забыли. Вот хотелось бы, конечно, узнать у Алексея Викторовича, все-таки программное обеспечение, которое разрабатывали кировские программисты, это не где-то было куплено, это именно кировские ребята разрабатывали программное обеспечение. Конечно, они его не допилили до конца, как это требовалось, да, вот, но все-таки это программное обеспечение, оно еще осталось, либо оно уже удалено. Да, мы вот этот вопрос оставим на после перерыва про программное обеспечение, а сейчас мы примем звонок от слушателей 211-101, номер телефона прямого эфира. Алло, добрый день. Добрый день. Будьте добры, выключите приемник, потому что... Либо чуть-чуть отойдите подальше от него. Да, хорошо, я выключил. Всех приветствую в студии, я, к сожалению, не с самого начала слышал, меня зовут Александр. Мнение, почему ГДМС содержит за 500 миллионов, то, что стоит 4 миллиарда, по вашему слову. 4,7. 4,7, да, извините, я не слушал. Значит, они могут пытаться содержать это за 200 миллионов, вопрос как? В каком качестве? Мы это с вами видим. Значит, ГДМС фактически, мы видим с вами, не содержит дороги муниципальные. В каком оно состоянии? И когда мы начинаем жаловаться в ту же администрацию, она, как собственник, их и проверяет, да? Вы это видите, все прекрасно. Александр, будьте добры, все-таки дальше от приемника, мы вас слышим и ваш приемник. Я не очень поняла, не очень поняла, есть ли здесь вопрос или какой вывод вы делаете? Вопрос у меня такой, правильное мнение, я извиняюсь, не всех, кто участвует в разговоре, слышал. У нас участвует только ГДМС, да, в обслуживании? Выигрывает конкурс 6 года в год и субподрядчики. А вы, я вам скажу, что это не совсем правда, вот я смотрю, например, тендера, которые проходят, значит, два года назад выигрывала какая-то компания, да? Значит, она начала обслуживание, но я посмотрел, что она очень быстро обанкротилась. Почему? Потому что администрация принимала у них качество выполненных работ. Как должно быть, я так понимаю, она же не придумывала. Ага, то есть в ГДМС делаются какие-то поблажки, а другим компаниям нет. Да, ну как, мы же это понимаем, то есть умышленно, я считаю, что не пускают никакие организации. Те, кто пускает, это ОБЗ, ОРИЧИ, да, такой был, там миллионы-миллионов, по-моему, они выиграли, обслуживались. Где они сейчас? Да, Александр, мы сейчас должны будем прерваться на рекламу, можете себя не называть. Мы, если вашу поняли, ее обсудим, а скажите, пожалуйста, а вы с каким интересом рассматриваете тендеры? Вы так или иначе, там, ваш бизнес? Я вам скажу, я вообще-то житель города и рассматриваю тендеры с разных сторон. Первое, экономическое участие, а второе, мне очень интересно, кто содержит и каким образом, да? Потому что это касается нашей качества жизни, если вы не заметили. Все, принято, спасибо. Прервемся на полторы минуты рекламы, обсудим. 211-101 номер телефона прямого эфира, содержание дорог, парков и скверов, между прочим. Никто еще пока не убрал это из должности Алексея Ишутинова, который на студии. Мы обсуждаем Алексея Ишутиных, исполняющий обязанности руководителя управляющей дорожной и парковой инфраструктуры Кирова. Юрий Шлеминзон, депутат Кировской городской думы. Константин Сычихин, руководитель рабочей группы по общественному контролю за ремонтом и содержанием дорог. Ну, начали вот мы, да, говорить про контроль. Константин сказал, и как раз слушатель, который нам позвонил, его вопрос так или иначе тоже был связан именно с контролем. Контроль, Алексей Викторович. Я напомню, просто Александр-то сказал наш слушатель, что я, говорит, понимаю, почему ГДМС, своя компания, учредитель практически администрации, особо ее не проверяют. Ну, или закрывают. Ну, проверять самого себя сложно. Глаза. А вот если это внешняя компания, то по полной программе проверяют, еще и выживают. И вспомнил некую компанию, которая два года назад выигрывала, как будто бы, я не знаю, честно, конкурс, тендер или что бы то ни было, которая быстро обанкротилась в связи с тем, что мы просто не дали работу. Это не муниципальный контракт. Это был не муниципальный контракт, это предприятие Абазаорич, которое выиграло контракт по содержанию автомобильной дороги Киров-Советский-Иранск. В итоге, в рамках этого содержания, ну, не знаю, там, тайно покрытым раком, но в итоге, после данного контракта, компания уже не вышла в ремонт дорог и ушла в банкротство. Ну, тем не менее, Алексей Викторович, вот действительно, насколько администрация может корректно контролировать ГДМС, учитывая, что ГДМС, ну, фактически... Вполне в рамках закона должна... Контроль всех подрядчиков и субподрядных организаций, она абсолютно равносторонняя, что, относясь к ГДМС, что, относясь к другим субподрядным организациям, рамки оценок, они, да, они варьируются. В каком-то месяце может и ГДМС уже прибраться, субподрядчики лучше, то есть, от месяца в месяц разно. Но подход и подход к оценке у всех одинаковый. Так ли это, депутат? Ну, примерно, да. Но вы же контролируете как депутаты, вы можете это контролировать? Юрий Львович согласен. Ну, я не соглашусь. Давайте по-другому обсуждать. У нас ГДМС, это основной контракт заключен с ГДМС. Мы всегда говорим какие-то субподрядчики. У нас нет субподрядчиков, у нас есть основной контракт между администрацией и основным подрядчиком ГДМС. Не надо контролировать субподрядчиков, надо контролировать ГДМС. Если контролировать грамотом ГДМС, а дальше уже проблема этой компании, как дальше содержать... Конечно, обязательно. Одну лицу, только ГДМС. Обязательно. Обязательно. Администрация города не должна контролировать субподрядные организации, так как контракт основной заключен с ГДМС. И контролировать надо только эту, одну единственную компанию. А мы в итоге контролируем? Всех. Всех. У нас есть телефонный звонок от слушателя 211-101. Мы контролируем территорию уборки, они фирму А и фирму Б. Алло, здравствуйте. Добрый день, Надежда. Надежда, пожалуйста. Я вчера шла по улице Чапаева, там идет ремонт, и по всей улице вырывают хорошие, почти новые бордюры. То есть вот эта организация, которая производит эти бордюры, она заинтересована, мне сказали, что они их как-то там перемалывают и снова делают новые бордюры. Вот, кстати, на улице Чапаева, ведь несколько человек буквально недавно делали ремонт и меняли бордюры. То есть что они у нас, буквально 2-3 года их снова меняют, это что за вредительство? Сейчас узнаем, Надежда. Спасибо большое за звонок. Не знаю, насколько вредительство это в рамках контракта по содержанию улиц, да? Давайте так, что здесь уже вопрос не содержания, а ремонта. Тротуар, он ремонтируется вместе с улицей. То есть сделать комплексно, отремонтировать и тротуар, и тротуар, и проезжую часть. Да, если где-то, может, попадаются новые участки тротуара, но ремонтировать тротуар, как лоскутное одеяло, ушли от этого решения. То есть это требовали же очень долгое время. То есть сделали полностью. Не могли добиться этого. Если мы говорим о бортовом камне, та организация, которая выполняет ремонт, бортовой камень не производит. То есть все материалы, начиная от бортового камня, заканчивая брусчаткой, или еще кем-то материалами, это все закупается. Тоже по контрактам определенным, да? Конечно, конечно. Смотрите, да, возвращаясь опять к ГДМС и его субподрядчикам, и то история, о которой мы говорили здесь не единожды. В «Умной уборке» вернемся, это более важно. А, «Умная уборка», да, простите, мы забыли. Вопрос задали от беда, да, получили. Напомните, пожалуйста, что... Был запущен сервис? При прошлых руководителях в администрации пошла работа. В конце года была запущена, да. По поводу того, что отсутствовал контроль, требуем контроль, и в ВДПИ было сказано, что у них сотрудников не хватает на то время, если я всем напомню ситуацию, да. Был разговор о том, что в ближайшее время запустится цифровая площадка под названием «Умная уборка», в рамках которой мы сможем с вами все вместе в этом в онлайне наблюдать, как у нас все-таки убирается город. Вот сколько техники работает, как она ездит, сколько раз она проехала по какому-то тротуару, да. И это... и в этом направлении была такая, ну, плотная работа со стороны одного, как бы, ГДМС, как я понимаю, как заказчика данного программного обеспечения, и одной организации, которая это программное обеспечение, Кировское, именно, я скажу, Кировское. Это не где-то в Москве закупалось, это именно Кировские ребята решили разработать данное программное обеспечение. Вот. Это программное обеспечение отчасти процентов на 80, наверное, было бы разработано. Не знаю, лично сам не видел, потому что нам обещали показать, 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 но в итоге мы так и не увидели, как это все работает. Но это заработало, и где-то в январе месяце про это все очень успешно забыли. И хотелось бы узнать, все-таки у нас это программное обеспечение, оно есть, нету, и что с этим ситуацией происходит. Что вы знаете про это, Алексей Викторович? Я скажу, что заказчиком УДПИ в тот момент не выступала эта программа. Но это ГДМС был. Это был заказчик ГДМС, установленный, скажу, мое личное мнение. Тот продукт, который мы завели через ГДМС УДПИ, он практически ничем не отличается от того GPS, который был у нас. Единственное, что раньше мы смотрели это все в разных окнах, сейчас смотрели в одном окне. И дорабатывать и налаживать данный продукт им стоило бы очень, я бы сказал, быстро на тот момент и внедрять более какие-то новые... Более эффективные способы, да. Более эффективные, да. Я все равно ничего не поняла. Что случилось? Я не знаю, почему они... Не могу сейчас сказать за ГДМС, почему они расторжены. Но они заказчиками... Контроль в части умной уборки улучшился он или ухудшился? Не улучшился, не ухудшился. Что за история с дворниками, с GPS? Подождите, подождите, давайте разделим два вопроса. Умная уборка, еще раз говорю, та умная уборка, которая была доведена до заказчика, до нас, она ничем не отличалась от того GPS, который был у нас. Но тот, который у вас сейчас-то будет работать? Значит, товарищи, смотрите, что для меня умная уборка. Когда у нас была программа «Урбан», долго, несколько лет, два раза в месяц, по два часа мы тут сидели и всякие проекты разбирали. И мы разбирали этот вопрос, по-моему, Костя с тобой, ты тоже был в эфире, по зимней уборке. Вот только мы заговорили про умную уборку, можно было открыть компьютер, у нас у всех тут стояли всегда ноутбуки, зайти в город Тюмень, на сайт администрации. Там прямо кошечка ходила, кликнуть кнопочку, и я видела в любом районе города, просто передвигая, как там машинки двигаются с показателями, кто куда едет, сколько уже увезли, когда приедет в это место и так далее. Мне не надо было спрашивать у коллег в Тюмени, там, да, узнавать, что там ходит. Я просто зашла на сайт и видела, как вот это умная уборка, ты, Даша, могла бы это сделать. Да, и сейчас это программное обеспечение работы. А у нас-то где наша умная уборка? Это доступность видеть технику или доступность какой-то программы определять улицы, где нужно прибраться, в какой цикличности нужно прибраться, в чем умная уборка? Все. Я себе представляю все, это не просто картинка, как техника передвигается, это несколько слоев, понятно, несколько кнопок, где я могу посмотреть, когда, в какое время, как прибираются эти улицы. Могу сообщить, что здесь не прибрано, если надо, это нормальная, хорошая, многофункциональная система, доступная каждому горожанину. А сейчас я не понимаю, где она находится, эта умная уборка. На данную систему может разместить фотографию, видеозапись, чтобы показать, где-то прибрали, где-то у нее прибрали, где-то еще как-то. Я тоже так это понимаю. Вот что это должна быть общественная площадка с какой-то точки зрения. Может быть, то, что действует для администрации, это есть умная уборка, и она достаточно. Алексей Викторович, я просто понять не могу. Есть какая-то сейчас программа, которая, благодаря не знаю чему, вам в ежедневном режиме, в ежечасном, не знаю, или в ежедневном, поставляет данные, и вы видите, как руководитель, где у вас и как что прибирается, или нет? По нашим GPS-трекам, по нашим ГЛОНАССу, мы можем посмотреть любой GPS-трек, любой технике, где она остановилась, где проходила. Как это выглядит в итоге? Вот вы, руководитель, у вас есть смартфон. Как это выглядит? Нет, на компьютере. На компьютере входят... В смартфоне можете посмотреть? К сожалению, нет. Хорошо, на компьютере... Вы, когда доходите по городу, как руководитель, который отвечает за дороги, парки и скверы, не можете без компьютера в любой момент проконтролировать, где у вас, чего там, в каком состоянии находят. Вам нужно прийти в офис, открыть компьютер. И что, выйти на табличку какую-то? Ну, во-первых, у каждого специалиста на своем рабочем столе есть доступ, то есть он оперативно может посмотреть. А вы ему позвоните, и он вам скажет, что происходит. Это умная... Нет, нет, я не говорю, что это умная уборка. Давайте не будем путать. Это то, что сейчас происходит. Так есть она, это умная уборка, или нет? Это разные вещи. Она выключена, контракт расторгнут с данной компанией, и компания, как бы, этот, ну, свой программное изучение. Поигрались и хватит, вот правильно говорить. Вы знаете, мы, конечно, много будем говорить, особенно вот когда в предтверии зимнего периода снова про уборку. Что меня порадовало этим летом, слава богу. Не знаю, с чем это связано. Но не было пыльных бурь, не было сумасшедших, невменяемых водителей и их руководителей, которые в жаркую погоду вздымали пыль на тротуарах. Плюс. Но все же меняется. Минус. Меняется куча. Это было ужасно, конечно. Совершенно никакого здравого смысла. Минус. Вот эта техника, которая у нас ходит, прибирает тротуары. Мне, как человек, который живет в доме, под которым эта техника работает, она так гремит и вибрирует, что не спать, не есть, невозможно не ходить. Маленький кусочек тротуара, оно еще не вмещается туда, но лезет. Который мог бы прибрать дворник утром с метлой, никого не тревожа. Это куда более уютный и приятный город. Поэтому тут, конечно, все равно нужно взвешенно подходить, когда мы говорим достаточно техники, недостаточно. Вот разум и люди, которые свой разум прикладывают к уборке, наверное, самое главное. Мы переходим к большому количеству механической уборки, если здесь недостаточно, сейчас есть. Поговорим в следующий раз. На использование ручного труда. Алексей Ишутинов, Юрий Шлемензон, Константин Сичихин, Светлана Занько, Дарья Токузлива. Прощаемся.